Столичный зеленый пояс по площади сравнялся с национальным парком Боровое. 73 тысячи гектаров уже засажены деревьями и кустарниками, а в следующем году Астанинский лес соединится с Боровским. О результатах и планах своей работы ученые доложили главе государства. В традиционном лесном пояже с президентом побывал и мой коллега Даниил Рамазанов. Бахрейн, две Мальты или Андорра с Лихтенштейном вместе взятые. Эти государства с легкостью могли бы поместиться на территории зеленого пояса Астаны. Появившийся относительно недавно, он и дальше будет только разрастаться. За тем, как лес развивается, Нурсултан Назарбаев следит лично. Поручение об озеленении теперь уже бывших степей Сары-Арки глава государства дал еще в 90-х. И сейчас ежегодный лесной вояж президента уже добрая традиция. За эти годы не только Астану построили, но построили второе Боровое вокруг нашей столицы. Это меня лично постоянно радует. Каждый человек, подлетая к Астане с самолетов, видит лес вокруг зеленый. Наверное, думает, откуда это возникло. Ничего подобного не было. Так же, как и новый город на голой степи был построен, так же лес в голой степи. Так что все скептики сейчас посрамлены. Мы доказали, что и в этих степях можно выращивать лес. Вот так и всегда мы движемся, доказывая, что невозможное можно сделать возможным. А еще Казахстан никогда не останавливается на достигнутом. В плане развития задача минимум на следующий год объединить Астанинский лес с Боровским. Теперь задача соединить этот лес с Боровским лесом. Уже дошли до Шартандов, то есть 100 километров мы прошли. Там остается еще 100 километров до, а до леса меньше. В следующем году этот лес будет притянут до самого Борового. Сейчас вот посадили лес, огромный лес 73 тысячи. И посередине остались кулисы широкие. То есть 50 процентов кулис, 50 процентов леса. И когда вот эта середина будет заполнена, тогда лесистость увеличится в два раза. Межкулисные пространства лесники засаживать уже начали. Поэтому сейчас лесополосы превращаются в полноценную экологическую систему со своей уникальной флорой и фауной, которая сегодня также по традиции пополнилась 150 фазанами. Как зарождается чудо. Столичный зеленый пояс начинается вот так и вот здесь. На вот таких вот лесосеменных плантациях выращивается до 50 тысяч сеянцев и саженцев, 60 различных пород, которые в последующем и составляют основу астанинского леса. Три тонны элитных районированных семян ежегодно. Два существующих таких питомника покрывают 60 процентов потребностей зеленого пояса Астаны. Остальное приходится завозить извне. Тем не менее уровень приживаемости саженцев превышает 70 процентов. Раньше семена, конечно, собирали отовсюду, с придорожных полос. Есть отдельные семенные участки такие выделяли. А сейчас непосредственно уже начинаем собирать семена здесь, на лесосеменной плантации. Выращенные из плюсовых деревьев. Это значит высоковырожайные, устойчивые породы. Сегодня мы уже знаем и умеем, мы накопили определенный опыт. Определенный опыт имеет и наука, которая сегодня разрабатывает рекомендации, которая очень хорошо помогает нам в работе. Могу сказать, что сегодня ежегодно мы ведем посадку от 4 до 5 тысяч. И средний проживаемость составляет более 70 процентов. Призыв президента расширять и применять этот опыт на всей территории республики. Тогда не только столица, но и все города страны станут зеленого цвета. Даниил Рамазанов, Жандос Битабаров, Хасину Маркулов и Алмасу Маргалеев при поддержке телерадиокомплекса президента республики Казахстан, Астана, 24КЗ.